Начавшийся дождь кончается, приехавшие гости уезжают, а любой поединок заканчивается. Но как же обидно для лежащего на канвасе бойца проиграть первым ударом. Привет мохнатые шмели в тени ромашки, с вами Федорович, а в этом видео мы посмотрим на невероятные нокауты первым же ударом. Умный не может беседовать с дураком, а Казани может бодаться с быком, а боец не может драться с новичком. Гаррет вышел на свой первый бой, но к сожалению, не имея ни опыта, ни навыков, ни антропометрии, судьба забрала у него еще и удачу. Поэтому в противнике ему достался Херон, который, насмотревшись фильмом с Ван Дамом, решил испытать удар в прыжке против наивного новичка, да еще и в начале боя. Рот ест, а зад жирнеет. Так и у бойцов. Тренер кричит, иди вперед, ты его порвешь, а боец через секунду уже лежит, не понимая, как он здесь оказался. Гримсли решил подойти поближе, чтобы воплотить в действие какую-то домашнюю заготовку. Но Сандер этого не оценил и сразу всадил правый хук, которым похоронил все планы бойца. Но Гримсли на этом не остановился и решил, что кто-то же должен оценить его технику. Поэтому в непонимающем состоянии, лежа на канвасе, напал на доктора. Раз в жизни и на вишне могут оказаться яблоки, а удары с разбега сработать в бою, хотя обычно бывает наоборот. Но Ямамото доказал, что главное не удар, а то кто его делает и кому. А в данном случае противником был Мияко, который вообще не понял, что делать и как защищаться от этого удара. Он просто опустил голову в надежде, что все пройдет, как апрельский снег. Но ошибся, что стоило ему победы. Сын удивляет отца славой, а мать знаниями. Но боец удивляет красивыми ударами, особенно когда они нокаутируют противника в начале боя. Ламаш слишком необдуманно бросился в атаку. Чем мгновенно воспользовался Монтейра, пробив с развороток печень. На чем, собственно, рассказ и закончился. Сладкое сделать горьким легко, а горькое сладким трудно. Так и у бойцов. Оправдать серенадами горечь поражения невозможно. В этом поединке Клеменс сделал то, что всегда удивляет зрителей. Но хороших бойцов радует. Так как можно просто ударить, и летящий на крыльях ночи противник в этой ночи и потухнет. Как падающая звезда. Что и сделал Тукас, просто пробив прямой в голову прыгающему на него сопернику. Не пугай волка ружьем, которое не заряжено. А бойцу не стоит выпендриваться, пока сам что-то не сделал. В поединке Тайхии против Сигера, первый походив по рингу 10 секунд, подумал, что так будет весь бой. А он слишком круп для такого соперника. Но Сигеру не понравилось, как тот опустил руки и поулыбался. Как будто он уже что-то сделал и хоть что-то попал. Обманный в живот и правый в голову сделали быстрый нокаут. И очередное утверждение, что бравада это лишнее. Особенно, когда сам еще ничего не сделал. Седло украшения коня, а жена гордость мужа. А нокаутирующий удар – изюминка бойца. Именно это продемонстрировал Людвиг, отправив первым же ударом в нокаут атакующего его Гулета. Вроде бы и Гулет все делал неплохо, но звездная Чи была против него в этот день. Человека можно воспитывать, пока он лежит поперек лавки, а боксера всю жизнь. Гениальный Насим Хамед отправил Лаваля в нокаут еще до того, как камеры настроились на бой. Знаю-знаю, эксперты в комментах скажут, что это не первый удар, а третий. Но я стану на сторону комментаторов, которые после первого удара сказали, что бой нужно останавливать. Проступок забудется, а урок останется. Как и опыт после проигрыша, который просто необходим в Отре, который улетел в нокаут от Рамиреза на третьей секунде. Что хотел сделать в Отре, для меня остается загадкой, как отлив океана. Он просто сокращал дистанцию, тупо сближаясь, не делая никаких ударов, проходов или защиты. На что Рамирез просто ударил любимой корягой и выиграл этот бой досрочно. Не спрашивай, как побеждать у того, кто не имеет побед. Но в поединке Пайпера против Элиса второй, наверное, спросил и улетел в нокаут первым же правым прямым. Что он хотел сделать своей левой рукой, отмахнуться или подозвать поближе, останется загадкой. Топовым бойцам сражаться с новичками, это как вооружаться ножом против муравья. Хотя, конечно, Фич далеко не новичок, но Хендрикс точно монстр. В начале боя Фич даже попытался атаковать первым, но тут же улетел в нокаут от первого же удара Хендрикса. Не всякий, кто смеется друг, и не всякий, кто кричит враг. Тем более у бойцов. В поединке Вильямса против Берка второй сразу по гонгу бросился на противника, как питбуль на кошку. Но вот правый хук с опущенной руки мгновенно осадил его пыл. Кто посоветовал ему бежать с первых секунд в атаку? Тренер или какой-то дружбан-приколист, известно только ему. Нетерпеливый делает дела два раза, а терпеливый бьет один. Джеймо в своем поединке против Пироша ровно 7 секунд выцеливал свою жертву, чтобы засадить любимую ММАшную правую корягу в ухо застоявшемуся противнику, который даже не попытался защититься. Лучше созерцание прекрасного восхода может быть только созерцание человеческой глупости. В поединке между Масудой и Куроиши зрители стали свидетелями самого быстрого нокаута в истории на второй секунде. Со стороны это выглядит как битва старорусских мастеров, когда ученик тупо бежит по прямой, а великий учитель просто выставляет кулак, на который с разгону налетает противник. А реальный это бой или нет, этих японцев не разберешь. Сначала сам нокаутируй, а потом учи как это делать. А Нигель Бен это делать точно умеет. В поединке против Шантлера он сработал в лучших традициях Железного Майка, подкрался работая корпусом, дал выбросить пару джебов и время опустить руки, а потом бум и правый похоронный. Кстати, нужно отдать ему должное, ведь он не стал добавлять удар, который уже просился с левой, а вовремя его остановил, чтобы не покалечить пацана. Красавчик! Пишите в комменты, что думаете про таких бойцов. Наверняка вам обидно, когда затарился пивом и чипсами, а бой закончился на первых секундах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями в соцсетях. Также подписывайтесь на мой второй канал в описании под видео. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Субтитры сделал DimaTorzok